Еще одна сезонная проблема это безопасность на воде. В минувшие выходные в Тюмени утонули два человека. Первое несчастье произошло на базе отдыха пруд лесной, второе на озере Мулаши. К слову, если на первом водоеме купаться можно, то на втором запрещено. Оплату за вход берут и там и там. За что люди отдают деньги, если безопасность плавающим никто не гарантирует? Разбирался Алексей Козлов. Район села Мулаши. Плюс 25 солнца в зените. Приближаемся к водоему, где в минувшие выходные утонул человек. За въезд нужно платить. Уточняем, что именно включено. Ну пляж, я не знаю, почему у вас так называется пляж. Там купаются? Да. А на каком основании у вас там купаются? А что? Вы сдавали? У нас купание там запрещено. Мы берем деньги за подход к воде. Цена 500 рублей. Вот чек об оплате. В эту цену входит пользование беседками, мангалами. Вот есть шезлонги. Можно загорать. Чуть ближе к берегу пляжные кабинки. Выходишь из нее и так и хочется нырнуть в воду. Она совсем рядом. Но знак говорит о том, что купание запрещено. В цену не входит. По словам руководителя базы, делать полноценный пляж в Мулашах невыгодно. На водолазов, обследований и работу спасателей уйдет больше 200 тысяч рублей за сезон. При этом отдыхающие, попав на территорию, удивляются. А что, купаться нельзя? Ну да, заплатили въезд. 500 рублей, чтобы купаться с детьми. Чистое место из 8, где можно купаться, это, получается, седьмое, как мы узнали в интернете. Заплатили деньги, а сидим отдыхаем. Ни в чем даже не зная в том, что тут нельзя купаться. В следующий раз мы сюда не приедем. Мы были уверены в том, что пляж оборудован и вода чистая. То есть, если бы мы знали, мы бы своих маленьких детей не повезли. Специально оборудованная территория и называется база отдыха. Соответственно, мы думали, что владельцы, они несут ответственность за то, что они предлагают. Не совсем так. Эта база отдыха предлагает не купание, а только отдыху воды за деньги. При этом люди думают иначе. Они плавают, а рядом нет спасателей, дно не обследовано и качество воды неизвестно. Начнешь тонуть, спасать будет некому. При этом людям в воде администратор базы не мешает купаться, хоть и запрещено. Они практически ничего не нарушают, потому что здесь знак установлен. Вот конкретно знак «Купание запрещено». Все. И они спокойны в этом. А это уже как бы отдыхающих, проблема их. Предписание даже не за что, можно сказать. Не за что предписание написать. Просто это как бы проводим профилактическую работу. Все по закону. А это значит, что ответственность в случае травмы или гибели при купании несет сам отдыхающий перед собой. Поэтому стоит заранее уточнить, а дежурят ли спасатели. Это обязательные условия для проверенных пляжей. Алексей Козлов и Роман Чинахов. Тюменское время.